А кстати, ведь песня, с которой вы прославились, с которой вы выиграли интервидение, сказка Fairy Tale, она ведь написана вашей бывшей девушке, насколько я понимаю, посвящение, или это легенда? Да, не, ну, почти все же песни про любовь. Ну, Джон Леннон говорил, что да. Да. Ты на куча ты пошел. Ну, я же 4-5 лет страдал после того, когда мы расстались, и я совсем не понимал, ну, какой смысл в этом. И вот, наконец-то, написал песню, и заявку поставил на Евровидение, и вот я сразу почувствовал, неважно, выиграю или не выиграю, наконец-то я почувствовал, что у меня есть своя судьба. Понятно. А вот все-таки про девушек, мне хотелось узнать, у вас есть какой-то типаж? Ну, допустим, вам нравятся скандинавские такие блондинки, или там, наоборот, брюнетки, или у вас такого типажа нет? Что нужно, что нужно вот девушке сделать, чтобы понравиться Александру Рыбаку? Мне нравится, когда девушка искренняя, и когда она может себя видеть, как называется, снаружи. Со стороны. Со стороны, да. Вот мне не нравится, например, когда стройная, высокая девушка пробует быть маленькой и милой. Ей повезло, у нее красивые ноги большие, и тогда нужно вот... Нести себя? Да. И так же, когда маленькая милая девушка начинает делать вид, что она такая мускулистая и большая. Ну, понятно. Ну, например. Надо быть самим собой. И так же, когда блондинки делают вид, что они брюнетки. И вот так. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы «Правда-24», которая выходила на канале «Москва-24» с 12-го года. Прошло с кошками. Я приюзских животных пристраивал во время эфира. То есть, я старался их как-то разрекламировать. И наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это вот чаще всего были прямые эфиры. И достаточно часто животные находили в своих хозяев. Ну, то есть, новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно. Ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда. Даже когда это не видно. То есть, летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Виктюком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави. Тогда был Кирилл Серебренников. Просто кучу наложил. Мне прямо на колене. То есть, сразу упала его, условно говоря, стоимость. То есть, его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен Ани Седаковой, которая ловила котейку в студии. Потому что там масса таких мест, куда животное забьется, его просто не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало части ответственности. Во-вторых, повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного. Но его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа есть конкретная польза. Все-таки находим котейкам хозяев. Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту. Евгений Додорев, Равда 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова